Ох, друзья, каждый раз я говорю, но здесь я просто охну сильно, потому что перед нами, вот за моей спиной, невероятно разрушенное и невероятно гигантское сооружение когда-то. Из огромных блоков вы видите это перевернутый лев. Я сейчас подойду, вы поймете, насколько это все, вот это все лежит, это огромные скульптуры, вот это, например, бюст человека, огромный бюст, тут вот лицо, вот эта грудь, эти блоки, эти глыбы, я даже не знаю, с чем сравнить и по разрушенности, но это действительно только взрыв. Разнести такое, вот здесь вот у нас есть декор. Сейчас сделаю поближе и вы поймете чудовищность того, что здесь состоялось, когда разрушилось, и восторг разделите со мной от того, как все это выглядело. Вот, солнце, к сожалению, дает такой свет, какой есть, не очень удачный угол, но блоки все равно видны. Итак, давайте по порядку, хотя мне прям хочется из серии сразу с козырей зайти и сказать, вот оно, это огромное, но мы потом посмотрим. Вот оно, это масштабное, огромное, чтобы вы просто понимали, вот чтобы вы просто понимали, что стоит оно того, чтобы и посмотреть, и досмотреть, потому что сооружение раскинуто на многие-многие метры, вот так вот во все стороны, тут очередной античный, не античный, ну, каждый на заборе писал, давайте по порядочку. Итак, лев. Место называется Асвантаж, а вот встал по пути бюст, о котором сказал бюст человека. Вот грудная клетка, вот лицо, вот этот блок, который прилетел, упал, упал на него, все это полностью разрушено. Просто масштаб этих разрушений и этих глыб, они же части были какого-то целого, и что их так разбило, вот у нас лев, постараюсь повернуть немного так. Он стоял где-то наверху, понятно, что это верхняя часть, вот его грива, несмотря на всю эрозию, сохранилась очень хорошо. Тут еще что-то крепилось, этот огромный блок, и вообще вот эти огромные блоки этого сооружения, вот с этого угла, с этого ракурса. Наверное, сейчас опять попробую подойти, чтобы вы поняли, насколько это все масштабно. Так, прикреплю вот сюда телефон, вот, блоки сооружений, уровень, у меня есть с чем сравнить. Я был в Египте, я был в Бальбеке, и это уровень, конечно, это уровень южных камней, это масштаб, вот поясню, вот это все сейчас, откуда я иду, вот это все сейчас один блок. Вот это все глыба, вот туда она еще уходит, вот это рядышком еще больше, вот это все, часть, где я прохожу, вы сейчас это увидите тоже вместе со мной сверху, это все один блок, больше того, он еще отколот, он разломан, и рядом с ним другие огромные блоки. К сожалению, солнце дает такой эффект, не очень приятный для восприятия, но лучше увидеть, согласимся, чем не увидеть. Итак, продолжаем. У меня немножко, я вообще не готов был к съемкам, потому что меня друзья пригласили, вот Марка пригласил меня в санаторий, так, на минеральные воды здешние. Но когда я увидел эту на карте, так, зайдя позавчера вечером, я говорю, слушай, ну надо ехать. Вот другой ракурс, сейчас опять поменяю, покажу немного вам, это внутренняя часть какого-то помещения, того, которое начиналось, видимо, вначале показывать я начинал. Вот обломан, это еще кусок, что это было за сооружение изначально, мы даже представить не можем, но вот эти глыбы, они не помещаются в камеру, они никуда не помещаются, потому что они большие. Ох ты, сейчас я все равно постараюсь вам передать эффект присутствия, потому что когда стоишь рядом, это все-таки особое. Ну вот, прикрепить смог только так, к сожалению, но лучше так, согласитесь, так съемка, запись, все идет, я проверил. Ну, лучше так, чем, чем, что называется, никак. Мощь, 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 грандиозность замысла, грандиозность выполнения. Да, возможно, это была целая скала, я имею в виду, это высекалось в целой скале, а не собиралось из этих блоков. Но тогда не меньший вопрос, что уничтожило, чтобы разорвать блоки, такие куски такого размера, выкинуть их, раскрошить и разнести. Они же не просто упали, они разлетелись, у нас есть там же львы, в первом видео я показывал, и он отлетел метров, наверное, на 30. А тонны я даже не буду озвучивать, это у нас здесь десятки и приближается, это тоже будет сотни тонн. Не десятки, а значительные блоки, это фрагменты сейчас раскрошенные. А какие они были изначально по весу, и чтобы выкинуть 20-30-40 тонн на расстоянии 10-15 метров, что надо сделать, да еще разорвать это все. Вот попробуйте соотнести подобное. Сейчас зайдем, покажу вот с этой стороны, с этого ракурса. Так, эх, солнышко, солнышко. С другой стороны, если бы это был дождь, было бы еще хуже. Так, устанавливаю как могу, надеюсь, вот это все будет видно. Я подхожу сейчас к блоку, вот к этой громадине, к очередной громадине, которая упала на другую громадину. И мы пойдем еще и к третьей, к четвертой, потому что фрагментов, может быть, некорректно называть это блоками. Насколько вообще это все является блоками, если это остатки разрушенного. Там ведь тоже был рисунок сооружения целого вида, которое было, может быть, высечено в скале целой. Но кто, когда, зачем, городил. Официально это у нас 7-8 век до нашей эры. Но, как всегда, гробничка какого-то царька неизвестного не приписали. Ну, припишут, может, уже приписали. Глубы невероятных размеров. Выборки чудовищные. Вот это все, вот это все порушено. И вот оно внутри тоже. Это все порушенный блок огромный. Сейчас туда постараюсь как-то поднять, подойти штатив и показать вам вот, вот как это выглядит. Жуть! В таких местах ты ощущаешь, как профессор Торопов очень четко описывал, муравьем ощущает себя человек в страхе, осматривающий эту архитектуру гигантов. Вот сейчас к этой архитектуре гигантов, несколько блоков, я еще подойду. Чтобы вы соотносили размеры, реальные размеры, реальные мощи настоящего. Не фейкового, который нам понаписали историки, которые не видели этих мест. Сейчас подчеркну, когда мы встречаем на кафедрах египтологи, египтологов, небывавших в Египте, о чем можем говорить. Они пишут по отчетам археологов. А здесь, как вы видите, и раскопки. Видите тут раскопки? Восстановление этого крупнейшего объекта, а этот объект будет стоять через запятую с Баальбеком, через запятую с пирамидами. Тоже не представляется возможным. А вот эта реальная история, которая лежит в руинах, но даже в руинах, она чудовищно прекрасно можно сочетать, наверное, уместно. Потому что чудовищный размер для нас чудовища изображены, эти гиганты, эти львы огромные, может еще кто-то, вот этот бюст огромный здесь рядышком. И прекрасно, абсолютно прекрасно, потому что мы понимаем, что это сверхвозможности. Это не потому, что царь захотел и какие-то рабы что-то там высекли. Это технологические, в первую очередь технические, технологические возможности. Да, приближу немножко, вот так вот это выглядит, вот так вот это все идет. И пойдемте, ага, так, ну вот эта глыба, вот она тоже частью, да, это все части этого сооружения, раскрошившегося. Вот они упали, с этой стороны очень ровные, тут уже искрошилось, разломалось. Там снизу, там еще декоры, ооо, это же все, кольпни, какая жуть, какая жуть. Давайте посмотрим, что там у нас. Вот опять глыба, вот опять массив невероятный, невероятный, просто невероятный массив. Вот это все, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Мне говорят, что ты ойкаешь, ахай-шохаешь, ребят? Вот вы не через экран, я понимаю, так не воспринимается. Там вообще блоки лежат. Вон они Баальбек Это блоки Баальбека Это большие камни Южные камни А как тут не ойкать Если я сейчас вот Посмотрите Вот это глыба Вот это в ней там внизу Внутри Странно что закопчение Когда же оно разорвалось то тогда В таком состоянии Если тут еще жили люди А потом рвануло Ну как говорят Моделирование например показывает Что ядерная война Ой ядерная извините Ядерные Ядерные атомные станции Они спровоцируются Разрушение их произойдет Не одномоментно возможно То есть сколько то это будет Будет а потом начнется И вот это оборудование возможно еще существовало Работало или ждало своего Часа А потом уже А потом уже рвануло Какие глыбы Какие глыбы Я все таки подойду Поставлю вам Штатив И подойду Чтобы вы понимали Что это все Мой Вот я спокойно сюда могу И могу встать Что это все мой рост Соотносимость этих размеров Они в камеру не попадают И сейчас мы полезем с вами Вот сюда Ох ты Вот он Ох 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 И что же это И как это И куда это Вот она проработка Вот она проработка Этих линий Невероятно Несмотря на всю эрозию Конечно Если прикладывать Это будут Да Ровные Прекрасные Плоскости Вот они Плоскости Что это было Оно еще вот так вот вверх Что это было Как оно выглядело Для кого создавалось Как сюда попробую я Может быть получится залезть В этой грязи Да Получилось Залезть Вот он Здесь Вот так вот это выглядит Ага Ну тут Ну вот Какие-то огромные блоки Когда шагаешь по ним Или среди них То В шок же приходишь Ребят В шок Шок Ох 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 Вот поэтому я рекомендую Всем Кто переживает За мои Ахи Охи Удивления Эмоции А приезжайте В Асфантаж А погуляйте Среди этих Камушков Даже не 100 пудов А 100 тысяч пудовых Многие десятки Если не сотни тонн Равных Бальбеку Бальбекским камням И тогда мы поговорим А я вон там увидел Какую-то удивительную вещь Сейчас туда пойду Смотрите канал Забытые руины В следующей серии Ребята До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok